Доброго времени тут, друзья! Всех с наступающим Новым Годом! В этом видео покажу, как из обычных таких квадратных, кубических, майнкрафтовых персонажиков сделать уже более динамичных, более плавных, более гибких. Использовать мы будем только Юнити и Магика Воксель, и один платный асид. Можно, в принципе, обойтись без него, но время дороже. И лучше заплатить около 10 долларов, чтобы взять этот асид и вообще забыть про различные проблемы и очень сильно сэкономить себе время, особенно если ваша игра в таком вот воксельном стиле. Итак, погнали! Я уже набросал будущего монстрика, это такая ракетная собачка с небольшой отсылкой на Half-Life, но все-таки больше в стилистике Дума. Делаю я ее изначально специально среди некоторых элементов окружения, чтобы она более-менее в них вписывалась, точно так же, как и вот эти вот маленькие NPC. И по задумке эта собачка должна выглядеть не совсем так, но в самой Магике повернуть эти модели на нужный угол не получится. Не получится здесь достичь какой-то плавности и гибкости, а потому что по концепту, ну скорее по скетчу, она должна выглядеть вот так. И как видите, немножко тут все-таки отличия есть. Поэтому что я делаю? Я просто оставляю саму вот эту вот собачку на сцене, ничего лишнего абсолютно сюда больше не добавляем, и прям вот так вот воксельный файл и оставляем сохранен. Теперь в самом Юнити нам понадобится асид, который будет воспринимать эти воксельные файлы из Магики. У меня он называется MagicaVoxelToolbox. А сейчас он стоит 15 долларов. Возможно, ближе к Новому году будут какие-то скидки, можно будет взять его еще дешевле. А далее я закидываю в папочку проекты со специальными вот этими воксельными исходниками. Это, кстати, достаточно удобно, потому что вы в любой момент можете открыть любой из этих файлов в той же Магике, и у вас исходники не потеряются. Иногда это очень важно. И можно просто прям его сюда вот так вот перенести. Теперь наша собачка скопировалась в проект, и нажимаем здесь Create Prefab. И теперь просто переносим нашу собачку вот сюда. По размеру, в принципе, нормально, но я рассчитывал сделать немножечко меньше. Как видите, здесь не читаются пока что материалы, она просто полностью розовая, потому что у меня сейчас универсальный рендер-пайплайн, и эти материалы нужно под него подогнать. К счастью, это делается очень просто и быстро. Тык. No problem. Теперь я снимаю с этого Prefab. Распаковываю его вот так вот просто. А вот эти части тела я переименовываю, чтобы мне потом с ними не путаться. Отлично. Ничего не забыли. Нам нужно продублировать ноги. Просто нажимаем Ctrl D. И ставим их в нужное место. И теперь уже в самой юните мы можем, согласно концепту, выставлять все вот эти вот объекты. Я обычно делаю это просто скопировав нужную мне область, и поместив ее в маленькую программуленку пюре. Так как челюсть у нас будет подвижная, то есть мы ее будем вот так вот вращать. Нам не помешает создать еще один пустой объект, который будет выступать просто пивотом. Мы его поместим подальше, и, наверное, чуть-чуть повыше. Все, и просто помещаем челюсть вот сюда. А теперь мы можем ее вращать более удобным способом. А теперь, что касается ног. Их тоже можно вот так вот подразвернуть. А, кстати, некоторые элементы точно так же можно уменьшать в размере, если они кажутся слишком уж большими. Так, и чтобы у нас не было вот такого мерцания, нужно сделать либо чуть побольше, либо чуть поменьше. Ну, в моем случае чуть побольше будет более выигрышным вариантом. Для ног, кстати, тоже не помешает сделать отдельные пивоты, потому что мы, когда будем их вращать, нужно, чтобы они вращались удобно. Поэтому на каждый из этих элементов мы будем создавать пустой объект. А проверяем, чтобы здесь была локальная, а не глобальная ось. Поднимаем. И засовываем сюда. И то же самое надо сделать со всеми остальными. А так же, когда мы будем вращать тело, нужно, чтобы установка вращалась вместе с ним. Здесь нет никакого перехода, поэтому, думаю, нам стоит его сюда добавить. А по-хорошему об этом надо было позаботиться еще в самой магике. Но... И просто засовываем все эти штуки в элемент Бадди. Теперь, когда мы будем вращать тело, оно будет вращаться вместе с ним. По идее, сюда же было бы неплохо засунуть и челюсть. Но думаю, что для анимации мне будет удобнее, если челюсть все-таки будет отдельно. И я ее буду просто, так сказать, отдельно приподнимать. Здесь уже просто смотрите сами, как вам будет удобно попробовать разные варианты и на каких-то конкретных моделях. И тогда уже будет понятно, как сделать лучше. Теперь точно все готово к анимации. И давайте начнем его анимировать. Процесс с анимацией, точнее анимацией, но в принципе, да, сойдет и аниматия. Потому что пока будете анимировать Unity, вы будете материться и довольно много. Не самый удобный инструментарий, по крайней мере, стандартные какие-то методы, но работать с этим можно. Как говорится, ко всему привыкаешь. Нажимаем Ctrl-6, чтобы появилось окошко анимации. А я рекомендую все-таки сделать еще один пустой объект, который просто у нас будет называться Transform. Помещаем всю нашу Араву сюда. И именно на Transformе мы будем создавать аниматор и будем добавлять анимации сюда. А нам нужно 7 анимаций. Это анимация бездействия, ходьба, бег, анимация подготовки к атаке, анимация самой атаки, анимация смерти и анимация получения урона. Вроде ничего не забыл. И начнем с самого простого, с анимации бездействия. Включаю режим записи, ставлю где-нибудь сюда подальше, на середине почти, и просто начинает двигать, вертеть, крутить различные части. Но все ее нам вертеть не надо, потому что это будет так себе смотреться. А переключаясь на какие-то дочерние объекты, например, на тело, мы уже будем их редактировать, скейлить. скейлить не будем, потому что у нас есть ракет лаунчер на нем, и он будет скейлиться вместе с ним, что не совсем корректно. То есть анимацию дыхалки сделать прям совсем корректно не получится. Просто вращение и небольшого поднятия при поднятии будет достаточно. Далее я просто копирую начальный кадр, и через Ctrl-V также его вставляю. Проверяем. Отлично, переключаемся на челюсть, мы ее анимируем отдельно, и на этой же самой позиции мы ее как бы вот так вот опускаем. Также копируем этот кадр самый начальный и вставляем. А теперь здесь для удобства переключимся на кривые. Иногда полезно сделать вот так, чтобы кривые стали более видимыми. и нам нужно, чтобы кривая переходила саму себя более плавно и бесшовно. Теперь движение более такое плавное, более аккуратное. И примерно то же самое можно сделать и с языком. Попробую его просто приподнять и немножко вытащить. Наверное, смотрится так себе, если его так делать. Если наоборот, его как бы приопустить. Готово. По такому принципу я буду делать оставшиеся шесть анимаций, они уже будут куда сложнее, их еще надо придумать вообще, как эти движения будут состоять. Но принцип останется тот же. Далее я начал работать над искусственным интеллектом Собакина. За основу взял свой стандартный шаблон и переделал ему часть с атакой. Поведение простое. Пока игрока нет в поле зрения, Собакин просто бродит в округе, но если попасть ему на глаза, которых кстати у него нет, или выстрелить в него, то он побежит к игроку и когда будет достаточно близко, начнет стрелять. Кстати о стрельбе. Я совсем забыл сделать ракеты, которыми он будет в нас плылять. Поэтому я вернулся в магику и сделал сразу несколько разных боеприпасов, которые могут пригодиться с другими мобами. Уже в юните я подогнал нужные размеры и настроил углы, чтобы они не выглядели слишком квадратными. Ну а под конец я сделал простую систему частиц, которая будет оставлять дымный шлейф за ракетой. Что ж, персонаж полностью готов, он уже в игре, полностью функционирует и его можно добавлять на уровни. По такому принципу я добавил всех существующих здесь персонажиков и буду добавлять еще новых, в том числе и босса. Хотя на боссе придется снаиться поподробнее. В любом случае, если видео тебе понравилось, обязательно ставь лайк и делись видео со своими друзьями. У микрофона, как всегда, был Арталаски, пока!